Он у нас моих. Его? А, не нравится. Не нравится. Пошел, 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 пошел. И целая группа. Вот пришла в обычный магазин киви. Вы смотрите, Ома-порошок, который я люблю, в принципе, кило 117, как это там, 64 крона, видите. Раньше были по 50, в прошлом году они были по 50, а в Бунприсе часто можно было купить за 30 крон, но в Бунприсе он стоил 60, и они продавали за 30 крон, скидка полцены. А здесь был 50, но вот я в Бунприсе покупала очень часто, а сейчас, видите, что цены подняли фактически на все. Вот этот был. Я им стирала тоже 27, 28, уже 32, 90, 33. Вот Ваниш, видите, дешевый. 37 крон. Берешь и брызгаешь. Можно, конечно, этим разводить. Ну вот для ковров я у нас как-то не видела, не обращала внимания, только такие обычные. Ай. Так. Ну и вот в капсулах, в обычном магазине, в продуктовом. Смотрите. 66, Ариэль, 59. Зеленое мыло в купе, я не помню, сколько стоило. Здесь 30. А у меня дома вот такое вот зеленое. Но большие фляги раньше были, сейчас я не вижу. Наверное, перестали их делать. 15 крон. Вот, видите, крон сопе. Зеленое мыло. А солмяк, это типа... Воняет на штырем, я не знаю. Это он запах удаляет, там можно в унитаз, там пол помыть. Я один раз помыла нолем, я думала, вздохну. Я не знала, как смывать. Я прошлась один раз водой. Вот с этой хренью. А потом не могла в комнату войти. Я не знала, как войти туда, чтобы смыть. Маску надо. Не советую такое вообще делать. Так, ну в общем, мне ничего не надо. Так, персил такой красивенький появился. Так, ладно. Я пришла, что? Я пришла бы просто в бутылки стать. У меня очень много из-под лимонадов. Вот. Вот. Бумага мне нужна. Возьму-ка я. Так, 8 метров. Это в рулоне. Вот, смотрите, 8 метров написано. Значит, здесь рулон. 38 сантиметров ширина. А вот эти вот, это уже порезанные. 18 штук. Такая же, 38 сантиметров на 42. Ну, хотя, мне кажется, должно быть побольше. Нет, такое же. Так, ну я возьму, наверное. Такое иногда, когда пиццу пожарить надо. А еще столько много рецептов, что курицу заворачивают прям вот эту в перегаментную бумагу. И жарят на сковороде без масла, без всего, грудки особенно. Так что пробовать можно. А я куриные грудки теперь, вот маленький гриль, когда купила, домашний, электрический, эти маленькие грудки режу и прям на гриль. И безо всего. Вообще ничего не кладу. Ни масла, ничего. Специи наделала, какие мне надо. Посолила и туда. Вкусно. И яйца жарю там. И сосиски то и дело. Вот. Так, коту может что-нибудь. Вискос я отказалась от вискоса. Все. Вот я хотела посмотреть гурмец, сколько здесь стоит, но цены нет. Или 19 крон стоит? А, 19 крон стоит. Но здесь сколько штучек? Ну, здесь 4 штуки. 4 штуки стоит 20 кроночная. 5 крон штука. Обычная цена. В Русте то же самое. Там нет. В Русте 7 крон стоит. Одна. Там прям написано. 7 на 35. Нет. Блин, тут я забыла. 10 там, по-моему, 10 на 35. А вот такой гурмет я еще ни разу не видела. Ну и в Русте. Ну и в Русте я не видела. Там уже 8 штук. А я в Русте покупаю вот такой 12 штук за 80 крон. По 7 крон за штуку. Вот. А еще у нас такая хрень, что у нас вот такой пакет был. Такой нет. Побольше. По-моему. Или такой. А, нет. Такой-такой. Я купила вот такой пакет фрискеса. А он его ел, 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 ел. А купила давно. И, короче, блин, у меня кот стал вот поносить. И я подозреваю, что вот от этой хрени. Потому что я его перестала давать, и он перестал поносить. Вот так вот. Перестал поносить. Я выкинула все. И купила маленький. Больше большие пакеты не буду покупать. Вот такой поменьше. Но здесь подороже стоит. В Русте подешевле. А кто-то кормит, смотрите, вообще ферст прайс. По 10 крон. Ну и вискос вот в нормал стоит 10 крон каких банк. Или 12, или 15, не помню. Хорошо. А здесь вискос стоит 27. Так. Вот это тоже он у меня лопает. Хорошо. Но я в этот раз не взяла. Скидки не было. Взяла опять гурмет. Хочу вот, может быть, как-нибудь вот такой купить, попробовать дать. 53. 53 кроны. Дороже. Как я определяю, что стоит дороже или дешевле? С двух товаров. Быстро я вообще ничего не считаю. Тут у нас на сцене написано, смотрите, 58,53 за килограмм. А здесь написано 78,53 за килограмм. И здесь везде бывает за штуку. 62, 116. А здесь открытые, смотрите, гурмет стоит. Разные. У меня всякие естые муссы. И муссы вот такие ест, и такие вот ест. Всякие. А вот фауна. Какая-то еда ещё 19 дней видела. Так, что это такое? 50% протеинов. Ещё какой-то суп. 39 крон. Вот гурмет в пакетик. 12 крон. Ну, дорого 12 крон в пакетик. Снепа. Вот маленькие супчики есть. 17 крон. Может взять, попробовать филе. Курица. Ой, да тут крошечный прям. Курица, а? С курицей. Я ему давала, просто вот варю, когда курицу для супа, например, даю ему, блин, жрать не хочет. Чистую ещё, когда суп не варила. Просто бульон. Не ест паразит. Так. Ну, ладно. Вообще не ест. Клобасу предлагала, он тоже не стал её есть. Ну, а здесь всё для собак. Ну, а здесь всё для праздников. Праздников, поездок. Так. Ладно, пописала я дальше. Вышла в магазин. Ну, уже показала там немножко, да, что в магазине была. Надо было бутылки сдать. Очень много места нет. Хранить их. Ну, вот. Автобус жду. Рано. Вечером автобусы ходят редко. Есть время. Решила немножко посидеть, подышать. Смотрите, хочу вам показать, какая красотень здесь у нас. Вот эти вот дома, это обычные дома, там люди живут. Вот этот жёлтый и зелёный. Не знаю лишь, какой цвет. Ну, зелёный. Это гостиница. Некоторые люди, смотрю, в лодках сидят, спят. Вот эта вот лодка, например. Тут женщина только что ходила, старенькая такая. Спать ушла вниз. Видела. Здесь она сейчас бегала-бегала, ушла. А может быть, сидит? Мне показалось, что она спускалась. Дождик. Дождик, дождик. Блин. Невозможно. Утром такая погода хорошая была. Солнце, тепло. А сейчас... Да, вот такой вот у нас город. Здесь только так. Пойду я, наверное, потихоньку лучше на остановку. Что-то он притопил. Встретила сейчас опять знакомого одного. Блин, что такое, я не понимаю в последнее время. Начал ко мне опять клеиться. Уже не первый раз. Опять клеить такие намёки. Ну, повстречаться. А я, знаете, я, как говорят всегда, сразу говорю, что нет. Нет. Мне вот такие лёгкие отношения не нужны. Если хочешь зениться, то давай. Никаких постелей, ничего не будет. До. Да. Вы знаете, мужики, они ещё крепче цепляются. Поэтому не знаю, почему. Но это здесь, наверное, в России так не получится. В России нахер пошлют, и всё. А здесь так он и говорит. Тоже. Вот недавно был у меня один. Уехал сейчас. В отпуск. Сейчас от пуска. Говорит, поехали со мной. Сейчас скажу, куда. Не вспомню. В Израиль, что ли, уехал. Был в Швейцарию. Что-то я забыла, куда. Поехали, говорит, со мной. Я. Ага. С тобой. Куда. У меня ни одной прививки. Куда мне там ехать. Так, это здание городской коммуны. Они имеют два входа. С этой стороны и с другой стороны. В общем, где бы вы ни шли, пожалуйста, идите. Заходите. Всё для вас. Завтра на работу. Дождик. Сегодня смотрела Марину Иванову. Ой, давно уже не смотрела. Интересно было. Посмотрите, она на пляже была. С собачкой. Встанец какой-то. Кот меня там дома ждёт. Одно. Да, лето кончается уже. Фактически посередине. И тёплой дне было очень мало. Мы купили летние одежды яркие. Лёгкие. Куда носить? Некуда. Вот здесь буду. На улице. О! Что это? Военный корабль? Маскировка. Интересно. Ой, что-то я не хочу снимать. Так что уволите. Вот, кстати, рекламу поставили. Смотрите. Трольстигин. Тропа троллей. Езжайте на экскурсию. Мы там были. Два раза я там была. Вот. Вот. Страна троллей. Вон там можно билеты заказать. Не знаю, они здесь предлагают на автобусе или что. Ничего не написано. Ну, так можно съездить один разочек. Там магазин сувениров и вот такая тропа и всё. Больша нет. Но, конечно, по дороге, когда едешь, там очень красиво. Там такие пейзажи, что дух захватывает. Интересно больше посмотреть на пейзажи, пока едешь. Я бы, конечно, хотела съехать, знаете, в Ерингер, но не на машине. На машине я уже была, не на автобусе, а на пароме, на корабле каком-нибудь плавать. Вот видите, какое молоко. И это ещё ничего, это ещё более-менее. Бывает вообще молоко, что вообще ничего не видать. Бывает стоишь и вот этих вот гор не видишь. На той стороне вот корабль стоит, бывает ничего не видно. А так попадёшь, закажешь билеты, поедешь, блин, на корабле ничего не видно. Я смотрела, когда-то Орёл и Решка, и они тоже плавали один раз. Молоко. Народу мало. Все разбежались, кто куда. По домам. Кафе тоже. Пустует. Ну, как-то так. В этом году даже на рыбалке не раз не пила ещё. Даже нет желания идти. Продолжение следует... Продолжение следует...